Военно-историческую реконструкцию сражения «Битва за Москву» смогут увидеть химчане 11 сентября. Масштабную постановку легендарного события организовали в рамках проекта «Герои химок», который направлен на сохранение исторической памяти. В Олимпийском центре Планерное горожане смогут увидеть в действии артиллерию, танки, оригинальное стрелковое и противотанковое оружие тех лет. Для того, чтобы показать масштабное сражение, в поле специально возведут деревню, которая по сценарию в финале будет сожжена, а звуковое сопровождение обеспечит пиротехника. Мы здесь видим обороняющиеся части РКК, наскупление немцев, бронетехники, артиллерии, которые будут двигаться по дороге. Здесь будет деревня, которую мы будем взрывать. Большое количество пиротехники запланировано, достаточно масштабно и громко. Организаторы подготовили для гостей интерактивную площадку, мастер-классы, а также запланировали большой концерт, на котором выступят лучшие коллективы города. Вот стилизованный концерт, который пройдет на нашей площадке, в нем тоже будут использованы такие элементы военного быта. Мы планируем, что у нас будут регулировщицы стоять и какие-то блиндажи развернуты. То есть везде можно будет что-то посмотреть и что-то увидеть для себя интересное. На территории города регулярно проводятся патриотические мероприятия. А добровольцы и лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» пополняют историями и воспоминаниями очевидцев войны раздела виртуального музея. Я хочу сказать огромное спасибо волонтерам и добровольцам, которые участвовали в создании этих сайтов, встречались с ветеранами, записывали их истории, записывали живые голоса, общались с детьми войны. Я хочу также сказать огромное спасибо участникам Трудового фронта, которые ковали победу в цехах заводов. Низкий поклон добровольцам, которые участвовали при обороне Москвы. Потому что «Химки» это был последний плацдарм перед Москвой. У жителей будет возможность сфотографироваться на фоне декораций с солдатами и техникой. А культурная программа не оставит никого равнодушным. Как утверждают организаторы, зрителям любого возраста будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова